МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области. В эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главном и интересном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проезд подорожает с 1 апреля, и это не шутка. В каких маршрутках пассажирам придется платить больше и на сколько? Не справится техника, придут люди с лопатами. На каких условиях осужденные помогают коммунальщикам убирать снег? Новосибирский геолог защитил диссертацию в Париже, что рассказывает новоиспеченный доктор философии о порядках и нравах в Сорбонне. Сотни миллионов рублей на газификацию, дороги, образование и социальную поддержку сегодня на сессии регионального парламента. Сразу в двух чтениях утвердили первые в этом году поправки в областной бюджет. Подробнее расскажет Андрей Баев. Основной вопрос сессии регионального ЗАГСобрания – утверждение первых в этом году поправок в областной бюджет. Несмотря на то, что экономика региона, да и всей страны в целом, не окончательно оправилась после пандемийного года, дополнительные средства нашли. Финансирование заложили на все объекты строительства или реконструкцию, которых уже начали. Миллиард на дорожную сферу, сто с лишним миллионов на газификацию и образование. 8 миллиардов федеральных на медицину, на 500 миллионов на начало строительства семи поликлиник, на дорожную отрасль и на обеспечение инфраструктуры для многодетных. Увеличили финансирование программ по выполнению социальных обязательств. Поддержка соцработников и врачей, которые продолжают работать с больными коронавирусом, несколько сотен миллионов рублей на жилье сиротам. Прибавка значительная только на детей и сирот. Мы уделяем дополнительно 390 миллионов рублей, поэтому эту проблему в этом году мы начнем решать такими опережающими темпами. Ну и, конечно же, нам хочется продолжать развитие и воплощение в жизнь наказов избирателей, депутатам ЗАГС Собрания и выполнение моих поручений по итогам визитов в муниципальных районах. Поэтому будем работать на увеличение доходной базы бюджета. Областные парламентарии уверены, по итогу первого полугодия будут еще поправки в сторону увеличения. Оперативная работа над поправками бюджета, она крайне важна. И на самом деле законодательное собрание справляется, по-моему, очень качественно с тем, что в ежедневном режиме нам преподносит экономическая сфера. По словам спикера регионального парламента, на следующей сессии отдельно внесут поправки по депутатским наказам, чтобы учесть интересы всех избирателей. Андрей Баев, Борис Гладких, Новости ОТС. С 1 апреля в Новосибирске на 5 рублей вырастет стоимость проезда в маршрутках. Информация появилась на официальном сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом. Пока не на всех маршрутах изменения на некоторых направлениях. В частности, речи о маршрутках номер 15 и 35, курсирующих между Академгородком и Новосибирском. Также подорожает проезд в маршрутках номер 1, улица Твардовского вокзала Новосибирск-Главный и номер 5, центральный корпус Чемской Бор. О других маршрутках, где также перепишут ценники, можно узнать на сайте Центра управления гороавтоэлектротранспортом. Там, где техника не справляется, орудуют люди с лопатами. Бороться со снегом коммунальщиков в Новосибирске помогают осужденные к принудительным и обязательным работам. К расчистке тротуаров их привлекли в рамках совместного проекта муниципалитета и учреждения уголовно-исполнительной системы. Уборку улиц преступники, приговоренные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуществляют добровольно на безвозмездной основе. Кроме того, такие осужденные постоянно участвуют в озеленении города, красят ограждения, выполняют другие виды неквалифицированного физического труда. Тем же, кто отлынивает, работы могут заменить на реальный срок в колонии. Мы им предоставили, это МКУ Держинка, предоставили автобус, трактор именно для выполнения этих задач и самосвал. Это уже сегодня с утра второе место. Первое место это у нас Кошурниково 29-2. Там возле детского садика тоже был проход такой между машинами, там не прочистишь, скажем так. Вот оказывают помощь. К другим темам. Новые аппараты МРТ, УЗИ, КТ, помещения Берской центральной городской больницы отремонтируют в этом году по нацпроекту здравоохранения. Фронт работ уже определили, часть даже выполнили. С рабочим визитом в Берске побывал первый заместитель губернатора региона. Подробности в нашем сюжете. Плесень на потолке и осыпающаяся штукатурка встречают пациентов Берской городской поликлиники уже на входе. Из нового пока только регистратура. Через несколько месяцев это крыло займет Центр амбулаторно-онкологической помощи. Больше всего ждут обновления диагностической базы. Сейчас в распоряжении больницы 8 аппаратов УЗИ. Появится еще один экспертного класса. Его установят в помещении побольше. Это позволит даже делать пункции под контролем УЗИ. Чуть-чуть менее 208 миллионов, даже, наверное, более 208 миллионов это будет оборудование. КТ, МРТ, эндоскопия. Все, что необходимо для функционирования Центра амбулаторно-онкологической помощи. Это первое. По программе привычного ЗВА тоже планируется приобретение оборудования. И порядка 45 миллионов у нас будет на ремонтную работу. То есть в совокупности около 300 миллионов будет направлено на здравоохранение города Бердск. Кроме реконструкции поликлинического отделения и хирургии, сделают ремонт в лор-отделении. Основная проблема была в крыше. За много лет она пришла в аварийное состояние и регулярно протекала. Осенью кровлю заменили. На очереди внутренние работы. Обсуждают продолжение ремонта инфекционного корпуса. С 2018 года сейчас закрыт, потому что был закрыт на капитальный ремонт. Капитальный ремонт не был выполнен. И сейчас есть новые требования и санпина к инфекционным непосредственно отделениям. Поэтому решение вопроса о дальнейшей судьбе инфекционного корпуса и решение реконструкции. В 2018 успели сделать только инженерные сети и кровлю. В этом же здании разместят туберкулезный диспансер и стационар на 50 коек. Корпус требует особого внимания. Он стоит на болотистой местности, а потому с размещением тяжелых конструкций могут возникнуть сложности. Одни помещения больницы ожидают ремонта, другие через него уже прошли. Стоматология недавно переехала в новое здание. Прежнее не соответствовало требованиям санпина. Теперь все специалисты на одном этаже. Екатерина Новгородцева, Алексей Зубила, Новости ОТС. А дальше в нашем выпуске расскажем, отменяется автодром, что остается в системе сдачи на права. Где установили новый томограф с высокой точностью изображения и как научным деятелям помогает стажировка в Сарбоне. Оставайтесь с нами. Коммунальный коллапс на Ленинградской. Нечищенные дороги, мусорные завалы, текущие крыши, полуразрушенные подъезды. О ситуации нашей съемочной группе рассказали сами жители. Из Октябрьского района Александр Попов. Вот такая гора мусора здесь была еще вчера. Из-за снежной каши на дороге вынести его можно было разве только вручную. За зиму в небольшом переулке на Ленинградской улице ни разу не видели уборочную технику. Буквально за день до приезда мы обратились в мэрию за комментариями. И уже на следующее утро снег чудесным образом убрали. Очистили и контейнерную площадку, которой не могли проехать мусоровозы. Но шаг влево или вправо от муниципальной дороги и вы попадаете как будто в полузаброшенную сибирскую деревню. Лидия Глухова по заячьей тропе из подъезда иногда выходит на корточках. Во-первых, я на второй группе инвалидности. Говорить даже не могу, стихаясь. Я сегодня хоть ползком ползила, за машину держалась или прошла. Как говорят сами жители, вот уже несколько лет в микрорайоне не видели ни дворника, ни технички. Снегопады на субботники выходят и старый млад. Вот на Чехова 388 работают ребята вместо дворника. Все убираем сами, жильцы дома складываются деньгами, нанимают технику специально, чтобы вывезти снег, хотя бы убрать его отсюда, потому что управляющая компания ничего не делает абсолютно. Об отношении к жилфонду управляющих компаний ССЦ и УК ЖХ Октябрьского района можно судить по кровлям, состоянию подъездов, козырьков, которые вот-вот рухнут. Забытые богом все. У нас ни дворников нет, ни мастеров, никто. На нас особенно последние пять лет, на нас просто никто не обращает внимания. Вообще никто. Сосульки у нас вот эти, это дом проходящий. У нас постоянно здесь, как говорится, вот такие висят еще более сосульки, больше, чем сейчас есть. Причем в запущенном состоянии весь микрорайон. Вытянуть и решить проблему хотя бы одной из этих двухэтажных временок не сможет ни одна УК. Дании не пытаются. Так давайте, друзья, депутаты, я не знаю, все управляющие компании, я не знаю, кого попросить, кого позвать. Вы, пожалуйста, ради бога, наведите нам хотя бы какой-то минимальный порядок. В таких условиях жить просто невозможно. Александр Попов, Алексей Зубила, новости ОТС. С 1 апреля кандидатам в водители не нужно будет сдавать автодром. Показывать навыки управления автомобилем придется сразу на городских улицах. Обязательные упражнения, в том числе заезд в гараж, подъем в гору и параллельную парковку, ученики будут демонстрировать не на закрытых площадках, а в условиях настоящего трафика. Экзамен будет длиться полчаса, чтобы сделать процедуру сдачи на права более прозрачной и исключить коррупционную составляющую в машине, помимо инспектора и экзаменуемого, смогут присутствовать третьи лица. Представители автошколы, другие кандидаты, водители или общественники. Жалобы будет рассматривать специальная комиссия. Все эти меры приняты для снижения аварийности по вине начинающих автомобилистов и тяжести последствий таких ДТП. За 12 месяцев произошло 112 ДТП, в которых 22 человека погибло, а 149 пострадало. Основными видами является наезд на препятствия, наезд на пешеходов. Таким последствием приводит нарушение правил дорожного движения, связанных с проездом перекрестка, с проездом пешеходных переходов и соблюдение очередности проезда. Новый томограф по нацпроекту здравоохранения поступил в Новосибирский онкодиспансер. Оборудование позволяет получить изображение высокой точности, при этом лучевая нагрузка на пациента минимальна. Сократилось время сканирования, а вот грузоподъемность наоборот увеличилась. Пациент может весить и 120 килограммов, и даже больше 200. Изначально фиксирующее устройство вот в таком виде, разогревается в специальной камере в горячей воде, пациент укладывается на стол, на определенную деку, уже в мягком состоянии, это фиксирующее устройство натягивается на пациента, фиксируется, принимает приблизительно вот такую форму. Индивидуальная маска для лучевой терапии необходима для пациентов с новообразованиями головы и шеи. Она фиксирует голову в неподвижном состоянии и помогает определить точки, по которым происходит расчет. Уже скоро на этом заслуженном, отработавшем 9 лет томографе, будут проводить только обследование для планирования лучевой терапии. Основную диагностику отдадут новому соседу, самой современной КТ. Пришел в онкодиспансер по нацпроекту здравоохранения. Руки поднимаете за голову вверх. Значит, эта кнопка позволяет поднимать стол вверх, но у нас есть возможность много кнопок не нажимать. Мы выбираем положение, из которого мы будем проводить сканирование. И одной педалью у нас стол движется и вверх, и закатывается в гентри. Сейчас медики проходят обучение. Уже на следующей неделе на новом томографе начнут обследовать первых пациентов. В онкодиспансере ждут разрешительные документы. Благодаря этому оборудованию мы теперь можем получать изображение высокого разрешения, с возможностью уменьшать лучевую нагрузку, что особенно актуально для пациентов нашего профиля, так как наши пациенты нуждаются в достаточно частом контрольном обследовании для оценки динамики на фоне проводимого лечения. Уменьшилось и время сканирования. За день принять смогут около 20 человек. Сегодня мы, конечно, резко увеличили свои возможности диагностические. Прежде всего для пациентов, которые приезжают к нам. Ряд учреждений, это Левого берега, мы тоже на себя взяли. Тех, где нет сегодня, еще целого не заработали, чтобы не пробуксовывать. И, конечно, это увеличит скорость от момента постановки диагностики до начала лечения. У аппарата большая грузоподъемность стола. Это позволяет проводить исследования людей с массой тела до 227 килограммов. На старом 16-срезовом компьютерном томографе предел был 120 килограммов. Наталья Цопина, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Новосибирцы стали активнее пользоваться услугами отделений по вопросам миграции в электронном виде. В минувшем году подразделения МВД обработали больше миллиона, поданных через интернет заявлений. Получение государственных услуг через единый портал оказания государственных муниципальных услуг является наиболее предпочтительно и наиболее организованно для наших специалистов, так и для граждан. Эти услуги получать наиболее оперативно и, как мы знаем, со скидкой это дешевле. Сотрудники отделов по вопросам миграции уже оказывают в электронном виде 80% всех услуг. И с каждым годом, уверяют специалисты, этот показатель растет. Чаще всего новосибирцы обращаются в подразделения для обстановки или снятия с регистрационного учета, а также за выдачей или заменой заграничного либо российского паспортов. В Институте нефтегазовой геологии и геофизики пополнение из Европы выпускник Новосибирского университета Сергей Абраменков стажировался в Сорбонне по государственной программе, защитил там диссертацию и теперь должен отработать несколько лет в Академгородке. Об особенностях обучения и жизни в Париже и даже о главной ошибке Наполеона с точки зрения геологов новоиспеченный доктор философии рассказал моему коллеге Сергею Толмачеву. Диссертация Сергея Абраменкова посвящена вулкану Горелый, который проявляет повышенную активность. Если проснется, может повлиять и на авиасообщения, и на экономику многих стран, и даже на историю цивилизации. Так было, например, когда Наполеон вторгался в Россию. Мощное сдвижение в Индонезии накрыло пеплом всю Евразию на несколько месяцев. В итоге зима 1812 года оказалась аномально холодной, и погода стала очень сильным союзником Кутузова. Что-то подобное возможно и на Камчатке. Вулкан Горелый имеет уникальное геологическое строение. Предполагается, что примерно 35 тысяч лет назад закончилась серия очень мощных извержений взрывных, когда старый вулкан Горелый просто взорвался, выбросил порядка 100 кубических километров пепла, и после этого вся эта постройка осела, потому что выбросив, внутри осталась пустота. Окрестности вулкана Сергей обошел вдоль и поперек, а потом сел писать при него большое исследование. Сначала в Академгородке, а затем в Париже, куда попал по федеральной программе подготовки молодых ученых за границей. Да не просто так. Его отправили на стажировку к настоящему светилу геологии. К моему другу, знакомому Николаю Шапира. Он является одним из метров, одним из выдающихся ученых мира. То есть его методы, которые он изобрел, они сейчас применяются практически во всех институтах мира. То есть это такие основополагающие открытия, которые он сделал. Параллельно уроженец Междуреченска посещал лекции в Сарбоне и учил французский, потому что франкофоны английский не жалуют. В самом знаменитом университете Европы облел новых друзей. Например, там в порядке вещей, когда профессор из Японии собирает вечеринку, на которой солирует в рок-группе. Сергей говорит, в незнакомой обстановке случалось разное. Как-то раз пришлось даже задержать пару грабителей в латинском квартале. В какой-то момент я развернулся и видел, что один из них на меня уже с ножом идет. Мне повезло. Я, если честно, никогда себя смело таким человеком не очень считал. Но тут я как-то инстинктивно перехватил рюкзак, выбил у него нож. И в целом битву я проиграл. То есть меня очень быстро положили на асфальт и довольно сильно избили. Но вовремя подоспела полиция. Три года пролетели быстро, и нынешней весной Сергей стал доктором философии. В России это аналогично кандидату наук. Теперь по условиям программы должен отработать в Академгородке. Пять лет нельзя уходить ни в бизнес, ни в другую сферу деятельности. Впрочем, он и не собирается. Вулканы зовут. Сейчас в этом кабинете собирают коробки для очередной экспедиции. В них укладывают, например, вот такие сверхчувствительные датчики, которые способны уловить даже дуновение ветерка, не то что вулканические колебания. Поездка на Курильский остров Парамушира запланирована на начало июня. Работа продолжается. Сергей Толмачев, Андрей Дулепов. Новости ОТС. И на этом пока все. Выпуски новостей ОТС смотрите также на нашем YouTube-канале. Адресы вы видите на экране. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. А информационные итоги дня подведем на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин